Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья. Пытаюсь найти ответ на один, но очень интересный и важный для многих садоводов вопрос. Нужно ли бороться с лишайником? И если да, то как? Несмотря на всю простоту, вопрос непростой. И даже в нашем маленьком коллективе нет единого мнения по этому поводу. Я считаю, что мхи и лишайники можно оставить в покое. А вот моя коллега Татьяна наоборот, выступает за борьбу с ними. И каждый из нас прав по-своему. Везде есть свои плюсы и минусы. Поэтому каждый из вас сам должен принять решение, а мы вам в этом поможем. Давайте начнем с самой природы лишайников. Это крайне интересные организмы. Они встречаются не только на деревьях, но и на камнях, почве, старых машинах, заборе или любом другом неодушевленном предмете. Вот только многие, когда видят их на деревьях, считают, что растение заражено какой-то страшной болезнью. Такие деревья напоминают им некоторых персонажей из пиратов Карибского моря. И так как при ближайшем рассмотрении дерева очень часто оказывается нездоровым, то, конечно же, во всем винят бедные лишайники. Давайте сначала разберемся, кто такие лишайники и влияют ли они на здоровье деревьев. Лишайник – это сложный организм, созданный посредством симбиотических отношений между водорослями и грибами. Этот союз неразрывен. В нем жизнь одного полностью зависит от другого. И наоборот, один из партнеров в этом союзе – гриб. В отличие от растений, грибам чужд фотосинтез. И солнечный свет не является источником питания для них. У грибов совсем другие источники, из которых можно получить необходимые питательные вещества. К примеру, грибы разлагают отмерзшую древесину, опавшие листья или хвою. Если бы не грибы, мы бы с вами погрязли в органических остатках. В каком-то смысле именно грибы являются санитарами и уборщиками планеты. Вторым партнером в этом союзе являются зеленые или сине-зеленые водоросли. Они, в отличие от грибов, способны производить свои собственные углеводы для пищи посредством фотосинтеза. Но отдельно они могут жить либо в пресной, или соленой воде. А вот, вступив в союз с грибами, способны выживать практически в любой среде. У лишайников нет корней, стеблей, листьев или какой-либо сосудистой системы для перемещения питательных веществ. Поэтому, чтобы выжить, лишайникам нужны вода, свет, воздух, питательные вещества и субстрат, которым он может расти. Вода нужна в первую очередь водорослям, и за ее добычу отвечают грибы. Лишайники получают воду из дождя, тумана, даже могут поглощать пары воды из воздуха. Они не способны сохранять воду в засушливые периоды, поэтому они становятся дремлющими в периоды сухой погоды. Но после дождя или густого тумана, они снова оживают и начинают активно расти. Многие считают, что наличие лишайников говорит о чистоте окружающего воздуха. Конечно, ведь они поглощают воздух из окружающей среды, который включает в себя питательные вещества, необходимые для выживания, такие как азот, кислород и углерод. Им, как и нам с вами, перспектива дышать выхлопными газами не очень улыбается. Поэтому они чаще встречаются за городом, в черте города их почти нет. Если все вышесказанное принять во внимание, отсутствие проводящей системы и принцип получения питательных веществ, вывод напрашивается сам собой. Лишайники не несут прямой угрозы для деревьев. Они используют старую мертвую кору на дереве, но не проникают вовнутрь, не отбирают у деревьев ни питательные вещества, ни воду. Очень часто, пока дерево здорово, мы их просто не замечаем. Но стоит чему-то пойти не так, как мы во всем виним лишайники. Никого они не убивают, но может быть, только свое собственное время. Так чем же так недовольна моя коллега? И почему она всегда стремится удалить их с дерева? Ответ достаточно просто лаконичен. Растение проигрывает по декоративным качествам. Выглядит неэстетично. Это раз. И очень часто лишайники становятся домом и местом зимовки для вредных насекомых. Это два. Ну что тут скажешь? Здесь она права. Поэтому бороться или нет, все равно решать вам. А бороться с ними несложно. Первое – это обрезка. Стволы крона должны быть хорошо освещены и проветриваемы. Второе – можно опрыскать ствол метным или железным купоросом или просто очистить с помощью корщетки. Если лишайника совсем немного, то подойдет даже раствор соды или хозяйственного мыла. Средство слабенькое, но работает. Ну, наверное, это все, о чем бы я хотела вам рассказать. А расскажите вы, боретесь с лишайниками или нет? Если да, то каким способом?